Ремонт 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 что занимать у друзей и родственников не стал. Пошел в банк, где получил кредит. Поменял двери, обои, санузел и ванны. Еще и на обновление кухни хватило. Сейчас моей зарплаты не хватает на то, чтобы сделать ремонт. Поэтому я взял кредит в банке, чтобы заменить обои, двери и на кухне все обновить. Вся сумма, которая мне понадобилась на ремонт – 3 миллиона тенге. По словам специалистов, средний ремонт в однокомнатной квартире начинается от 1,5 миллиона тенге. В эту сумму входит и работа, и стройматериалы по самому минимуму. Бюджет зависит от желания заказчика. Спрос на услуги строителей растет, потому что количество введенных в эксплуатацию домов увеличивается. А потому и предложений на рынке строительных бригад хватает. В Астане, в частности, на мой взгляд, люди сейчас мало кто делает сами ремонт. То есть растет спрос на отделочную работу. То есть просто все зависит от того, с кем вы будете работать. То есть будет ли это бригада или какая-то фирма. Кстати, сами строители различают несколько вариантов ремонта. Это эконом, стоимость которого за работу начинается с отметки в 10 тысяч тенге за квадратный метр. Комфорт – от 14 тысяч тенге за ту же единицу измерения. Бизнес, который оценивается уже от 17 тысяч тенге и премиум. Он на данный момент более чем в 2,5 раза дороже эконом-варианта. К этой сумме еще плюсуется стоимость строительных материалов, которые тоже делятся на две группы – расходные материалы и чистовые. С точки зрения экономии, то на чистовых эксперты советуют не экономить. А вот таким клеем вы будете клеить обои или крепить кафель уже значения не имеет. Можно купить и подешевле на базаре. Если мы говорим про материалы в целом строительные, то, конечно, мы делим обычный материал на два вида. То есть есть расходный материал, который вы… То есть неважно, будет у вас итальянская плитка или российская, кафельный клей, он будет, в принципе, один и тот же. То его, конечно, можно приобрести и на базаре, и в магазине. То есть нет никакой разницы. Но если мы говорим про чистовый материал, то есть ламинат, обои, двери, плинтус и так далее, то, конечно, лучше покупать в специализированных магазинах, которые узкопрофильно занимаются конкретной деятельностью для того, чтобы получить качество. Кстати, экономить на стройматериалах можно и даже нужно не на качестве, а на их цене. Аналитики утверждают, что ценник в магазине отличается от стоимости у поставщиков напрямую. В Казахстане даже специальный портал появился, где можно купить товары для ремонта в рассрочку, причем по ценам ниже магазины, потому что торгуют без посредников и даже доставку делают к дверям квартиры. Нам нужно зайти на портал, выбрать тот или иной товар, согласовать. Наш менеджер осуществляет звонок, где согласовывает количество и ассортимент товара. Вот, оформляется заявка, вы получаете одобрение в течение 15 минут, и уже четвертый заключительный этап – это доставка вашего заказа до двери. В общем, в целом такая процедура, вся сделка происходит в течение от трех до семи дней. То есть это в зависимости от вашего ассортимента и количества. Для оформления такой рассрочки, по словам создателей портала, нужно всего один документ – удостоверение личности. В партнерах числятся 50 компаний-поставщиков. Ежемесячно сайт посещают 300 человек, из которых от пяти до десяти такую рассрочку получают и пользуются. Для тех, кто не слишком дружен с интернетом, всегда доступны кредитные продукты в самих строительных магазинах. В нашем магазине, например, в кредит можно купить любые материалы на любую сумму. Спросом пользуется ламинат, кафель, обои, а также сухие смеси. Это основные материалы для вашей квартиры и интерьера. Также товар можно купить в кредит и рассрочку, которую мы предоставляем в нашем магазине. При этом большинство расходных материалов в этом магазине – отечественного производства. Кирпич, сухие строительные смеси, лаки, краски. Правда, сами строители все же советуют потратить время и съездить не в большие строительные супермаркеты, а узкофокусированные магазины, а лучше напрямую к поставщикам. Бывает кафель российский и испанский, в принципе, ничем не отличается. Единственное то, что это бренд. То есть можно найти какой-то хороший ламинат или кафель, но менее известной марки. Сейчас в рынке остальное огромное количество любого вида материала и сэкономить. И, конечно, исключить посредников. Конечно, всегда есть и другой путь – обойтись без кредита. Например, занять деньги у родственников или друзей. Но риск требования вернуть средства раньше оговоренного срока есть всегда. И именно это обстоятельство, по словам финансистов, плюс к решению о банковском кредитовании. На самом деле я бы посоветовала все-таки оформить кредит, так как при оформлении кредита клиент может рассчитать свои ежемесячные расходы. А если человек это занимает и берет долг, долг могут попросить вернуть в любой момент, на который клиент не рассчитывал и на тот момент не будет иметь на руках нужную сумму. Соответственно, у него появятся дополнительные расходы. Самый простой вариант не тратить деньги впустую – это дизайн проекта. Можно наволочиться и сделать его самим, а можно заказать дизайнеру. В таком случае вам просчитают и количество, и качество необходимых вариантов. А иногда подскажут, как заменить то или иное покрытие более дешевым материалом. Ну и в таком случае вы сами – вершитель судьбы своей квартиры. Можно сэкономить и на рабочих, в случае, если вы сами ремонт делать не намерены, но здесь тоже почти всегда есть риск. А потому, выбирая строительную бригаду, лучше всегда собрать отзывы, а лучше и вовсе расспросить знакомых. Гарантию своей работе бригада должна давать всегда. Кстати, чтобы не попасть в просаг, бывалые рекомендуют оплачивать работу ремонтной бригады по факту, не давая задатков и тем более не внося стопроцентную предоплату. Заплатите сначала. Риск не вернуть деньги и получить некачественный ремонт возрастает в разы. Проанализировать, что вы можете сделать самостоятельно, ведь ремонт – это не только забота, но и отличный способ отдохнуть от напряженных будничных дел. И даже если вы решились на кредит и привлечение наемной бригады, помните главный принцип – доверяй, но проверяй. Потому что каждый заемный ТИН в дальнейшем выплата целого тенге. А потому и ваш ремонт должен быть выполнен максимально качественно, с экономией вашего времени. С вами был Баужан Урумов и «Стройпроект». До встречи в эфире.